всем привет друзья мои добро пожаловать на мой канал меня зовут алима для тех кто не знает и сегодня я покажу вам свою коллекцию джинс и расскажу как выбирать джинсы так чтобы они сидели идеально на вашей фигуре если вам интересно то продолжайте смотреть сегодня я нахожусь впервые не дома в своем офисе притащила собственность дома всю свою коллекцию джинс она у меня небольшая но и не маленькая как оказалось на мой взгляд люди делятся на две категории это те кто терпеть не может джинсы не понимает как вообще их можно носить не считает их абсолютно единицей базы гардероба есть те которые как я отслеживаю джинсовые тренды любят покупать новые джинсы вообще джинсу обожают это я и сегодня я покажу вам на примере этих джинсы как вообще выбирать джинсы потому что я думаю что это вопрос которых интересует многих джинсы нужно выбирать правильно чтобы они подчеркивали ваши достоинства и собственно скрывали недостатки также поговорим о трендах джинсовых первое что я вам покажу это самые новые джинсы моем гардеробе это джинсы слаучи или как многие говорят слаучи джинс джинсы которые ошумели еще года два назад и год назад они вообще были на пике популярности я одна наверно из первых убежала в торце примерить этот фасон как джинсовый маньяк но к сожалению мне он показался очень грубым и утяжеляющим вниз чего мне вообще не хотелось поэтому я как-то отошла от этого тренда буквально пару дней назад зашла в магазин бершка и увидела эти джинсы меня не понравится не понравились мне как они сели почему чем разница тогда и сейчас тогда это были джинсы из очень тяжелого такого грубого денима и такие джинсы не действительно могут увеличить ваши бедра и сделать низ очень тяжелым эти джинсы также увеличивают бедра но за счет того что деним тонкие они сидят более спокойно и не сильно прибавляют вес в районе бедер к тому же здесь есть резинка на талии что зрительно очень хорошо уменьшает талии получается вот такой красивый силуэт песочных часов очень женственная фигура на самом деле делает даже если у вас мальчишеская фигура то они очень красиво придадут изгибы телу мне не очень нравится они очень тонкие комфортные на лето самое то цвет не белый да такой прям белый-белый как унитаз а именно вот такой спокойный молочный оттенок который с очень многими вещами моем гардеробе сочетается очень красиво смотрится с коричневым цветом вообще бежевые вот такие оттенки очень красиво успокаивают такие цвета как красные насыщенно синий насыщенно зеленый поэтому к светлым джинсам обязательно присмотритесь а еще трендовое сочетание допустим черная майка или рубашка белого плана джинсы и черный ремень смотрится очень красиво с какой обувью я ношу эту модель джинс чаще всего это кеды или открытая обувь сандалии вьетнамки шлепки да все что угодно принципе такую модель джинс можно сочетать с классической обувью допустим босоножками также хорошо они смотрятся с лоферами и закрытой обувью типа туфлей следующие джинсы которые хочу показать тоже относительно новые это джинсы из магазина pull and bear или pull and bear как я говорю джинсы white leg jeans называются они они сделаны из тонкой джинсы что очень комфортно на данный период времени на лето что характерно для этих джинс эти джинсы а немного укорачивают рост поэтому нужно быть очень внимательными если вы их надеваете то естественно нужно оставлять зону талии открытой то есть ни в коем случае не надеваете рджак там застегиваете либо не надевайте кофту которая будет закрывать линию талии так еще больше уменьшится рост надевать каблуками можно но это должны быть каблуки открытого плана то есть босоножки например на таких ремешках как сейчас актуально с лодочками закрытыми смотрится уже не так мне вообще не нравится когда white leg jeans одевают либо с лоферами либо с лодочками и смотрится не очень они как раз очень свежо и актуально выглядит именно с открытыми босоножками с открытыми сандалиями с открытыми шлепками либо с кедами тоже очень хорошо смотрится как носить если вы берете white leg jeans конечно же нужно смотреть на длину почему потому что длина должна быть прямо по самый пол мои даже слегка волочится и мне даже муж делает замечание ты испорчишь джинсы они уже немножко здесь потерлись протерлись но мне так нравится мне нравится когда создается эффект что они прям очень длинный мне не очень нравится когда white leg jeans короткие и видна часть щиколотки так далее так они не носят ну как бы можно но это пахнет двухтысячными сейчас актуально носить их в полную длину здесь идут защипы это тоже визуально создает такую узкую талию потом расширение защипы я видела на брюках я видела на шортах у меня такие есть но джинс защипами у меня еще не было поэтому я очень рада этой покупке еще мне понравился цвет такой более летний не темный и я их ношу и люблю следующие джинсы самые старые в моем гардеробе и у меня был такой момент когда я их отложила реально чтобы кому-нибудь отдать рука не поднялась их отдать почему-то я их люблю хотя что мне в них не нравится это то что они очень короткие купила и года три назад это было актуально показывать в таком объеме щиколотку сейчас я больше люблю когда длина полная и у брюки у джинс но в этих джинсах именно я эту длину им простила почему объясню во первых у них офигенная посадка на попе для меня это наверное приоритет номер один я всегда смотрю именно как они сидят в районе попы так чтобы джинсы не делали попу плоской всегда смотрю чтобы была вот эта строчка да вот эта строчка очень сильно влиять если бы в этой строчке не было то папа была бы более плоской и карманы карманы должны быть не слишком низкие не слишком высокие они должны находиться ровно на середине попы и должны быть размера среднего то есть не слишком маленькие и не слишком огромный тогда посадка будет отлично еще мне нравится в этих джинсах это zara покупала года три назад на сейле вот эти серебристые пуговки смотрится очень красиво эти джинсы не прямые они именно на высокой посадке но обтягивают в районе попы а книзу слегка расклешение идет и мне это нравится не необычные такие джинсы очень классно смотрится с какими плетенными шлепками с какой-то открытой обувью вообще здорово следующие джинсы самые дорогие в этой коллекции вообще а у меня нет джинс класса люкс и класса даже премиум да нет по моему все масс-маркет но вот эти джинсы наверно самые дорогие это ливайс знаменитые джинсы джинсы иметь ливайс это была моя просто мечта я хотела себе 500 1 но их никогда нет в наличии в алма-те а по крайней мере может быть когда-нибудь я приобрету где-нибудь за рубежом или я бы хотела даже винтажные себе 501 взять это такая классика джинсовая классика уже и как-то я вот присмотрела себе вот эту модель и а назад rib cage straight они классные они реально классные качество ливайс очень крутое но они довольно таки плотные это более на такое холодное время года вот здесь как раз так такая же прострочка до имеется на ягодицах они сидят круче здесь хорошая именно посадка карманов правильная так что попа в них классно смотрится но они на очень высокой посадке то есть иногда я чувствую себя в них карлсоном то есть посадка очень высокая здесь также идут пуговки до железные но их не видно назара видно вот здесь их не видно нет спрятаны того что они широкие и при этом они укороченные смотрятся например с ботильонами носками которые уходят прямо джинсу мне нравится их носить с лоферами с кедами но допустим с грубыми ботинками уже нет уже никак это их такая небольшая проблемочка это была моя неожиданная покупка а участвовала в рекламной компании бренда мохито и мне понравились эти джинсы почему потому что они как раз очень похожи на мои черные джинсы но они не укороченные а именно прям в пол в пол несмотря на то что немного дистресс то есть у них есть небольшие такие какие-то дырочки да такие покорябушки но мне не почему-то нравится все равно их с удовольствием ношу они мне велики в талии хотя 36 размер мой почему-то в талии они велики но мне это даже нравится я их вот так ремнем запоясываю здесь они слегка объемные фасон очень напоминает мне мой джинс но вот что-то что-то между джинс и straight leg джинс ношу знаете когда вот не хочется париться пошел их потому что с ними вообще такой запарки нет с кедами с футболкой очень классно свободно смотрят у них кстати классно тоже посадка на попе как всегда вот тема это ведусь следующий джинс и ну практически straight leg ну да вообще-то я и покупал как straight leg считаю вообще-то идеальным фасоном для любой фигуры хотя сейчас могу даже наверно поспорить потому что из тонкой джинсы слаучи мне кажется тоже любую фигуру сделать красивой и да но wide leg они не для всех здесь просто прямой фасон ничего лишнего они обтягивают в зоне попы и дальше идут уже прямые не зауженные иначе они бы превратились скинни джинсы здесь все правильно именно посадка на талии то есть не слишком высокие они не слишком низкий то есть такой middle ways хороший это пул энд вир пул энд вир пул энд вир как угодно называйте тоже 36 размер я ношу и знаете вот именно в этом бренде мне очень нравится джинс вот в этом магазине и в заре мне очень нравится джинсы я в принципе если мы шокимся с клиентами в сегменте масс-маркет всегда советую эти два рэнда именно по джинсам потому что у них хорошая посадка на попе и также у них достаточно хорошие джинса так моя любимая корейская тема вот в таких бутиках как корейских бутиках я вам уже тоже все уши не про жарила можно найти принципе неплохие такие интересные джинсы но у них всегда такой деним странный то есть знаете как будто бы не совсем днем если вы понимаете о чем я говорю он такой какой-то не знаю здесь не пишут нигде составы но я думаю что это не стопроцентно за ним эти джинсы кто меня смотрит давно вы видели миллион раз моих образах на youtube и в инстаграме они широкие но вот как в случае как сливай сами они укорочены и это заставило меня носить их гораздо меньше они очень освежают стройнят они хорошая высокая посадка посадка на попе в принципе люблю но они такие светлые марки и чисто белые поэтому нашу их реже чем остальные одно время они прям фасон был очень очень актуально такие джинсовые пилоты я бы сказал и джинсы вокруг которых много дебатов последнее время актуально не актуально выбросить не выбросить это скинни джинсы я имею на это свое мнение я считаю что джинсы скинни это классика и что она не выходит из моды и джинсы скинни это очень крутые джинсы на самом деле не всегда охота носить что-то такое не знаю оверсайз на них иногда хочется объедеть объемную допустим куртку косуху или объемный пиджак или объемную рубашку и вот не хочется быть объемные везде хочется чтобы был какой-то баланс и тогда на помощь приходят джинсы скинни я взяла в сером цвете купила их в манго во франции и они как раз на middle ways посадки то есть посадка чуть ли не низкая но мне в них это почему-то нравится больше хорошая посадка на попе обожаю их ношу часто эти джинсы прямо затаскала честно это одни из самых моих любимых джинс это единственные серые джинсы наверное поэтому тоже но со скинни джинсами нужно быть аккуратными их не следует носить агли допустим шуц или агали кроссовки до сникерс то есть получается что у вас такая тонко тонко нога и вот такая до стопа то есть на такой диссонанс дисбаланс получается если вы надеваете скинни то и обувь должна быть такая более собранная и слишком большая чтобы баланс последние джинсы в моей коллекции это джинсы из корейского магазина я показывал в прошлом видео о своих покупках ссылочку я оставлю где-то здесь это такой аналог зары в заре их было много но в брючном варианте а это именно джинсов но джинсов джинсов но типа мне нравится этот ремень сделан из такого же материала мне нравится их посадка мне не нравится что здесь нет сзади карманов ну хотя в принципе они сшиты на щипах да сзади и впереди поэтому нет такого что делают попу плоской и мне не очень нравится что они именно укороченные мне хотелось бы немного длины однако они очень классно смотрятся с босоножками мне нравится как они смотрятся с кедами с кроссовками то есть такой полу спортивный стиль них есть хотя они больше напоминают брюки они добавляют какое-то разнообразие в мою джинсовую коллекцию и не требуют ремня что тоже замечательно я надеюсь вам понравилось это видео если да то поставьте палец вверх обязательно подписывайтесь на мой канал чтобы не пропустить следующие видео на мой инстаграм естественно чтобы быть в курсе всех новостей а я вас увижу очень скоро до встречи пока пока